Привет всем! Это Олег на канале MBS Electronics. Сегодня у нас на обзоре вот такое интересное устройство. Это называется умная отвертка. Умными паяльниками, умными чайниками и утюгами уже никого не удивить. И вот теперь появились умные отвертки. На самом деле это очень маленькая, довольно мощная и удобная электроотвертка с набором из 30 бит. Я имею ввиду, что она мощная, конечно, для своих размеров. Это не шуруповерт, которым можно собирать мебель. Отвертка для тех, кто занимается электроникой, ремонтирует разные гаджеты, смартфоны, ноутбуки. Для ремонта дронов, кстати, удобно использовать. Думаю, будет очень полезно тем, кто занимается отверточной сборкой компьютеров. Такой, как бы, маленький отвертка-карандашик у вас в кармане. Отвертка продается вот с такой красивой сумкой с надписью SECURE. Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Вот в такую элегантную электроотвертку SECURE ES666. Для зарядки и для обновления прошивки у нас есть в комплекте USB Type-C кабель. Это QR-код для скачивания инструкций с официального сайта SECURE. Там же на сайте можно следить за выходом новых прошивок. Вот это интересная штука. Такой магнитный девайсик для размагничивания и намагничивания бит. Как это работает, я покажу чуть позже. Там написано DEMAGNITIZE, то есть размагнитить, и MAGNITIZE, то есть намагнитить. Набор из 30 бит. Вот давайте поближе на них посмотрим. Вот такие биты есть в комплекте. Есть, кстати, вот такие биты с отверстием посередине, по центру. Довольно редкие. Как-то мне нужно было, я не мог найти такую битку. Вот под рукой не оказалось. А здесь есть. В основном все, что нужно для ремонта ноутбука, например. Ну, если чего-то не хватает здесь, то можно всегда использовать другие биты. Ну, и вот сама отверточка. Корпус металлический у нее. Это, видимо, алюминий такой черненый. Приятно холодит руку. Вес отвертки 57 грамм. Встроенный литий-полимерный аккумулятор. Что там за аккумулятор используется, посмотреть не получится. Потому что я не нашел, как бы ее так разобрать, чтобы не повредить ее внешний вид. Есть три кнопки для управления отверткой. Кнопка включения. Она же кнопка входа в меню и выбора крутящего момента. И две кнопки вперед и назад. Спереди есть бестеневая светодиодная подсветка. Монохромный амолед-экран. Включаем отвертку нажатием на кнопку. Направление вращения экран показывает вот с помощью вот такой анимации закручивания или откручивания винта. В фиксированном режиме скорость вращения постоянная. 250 оборотов в минуту. В автоматическом режиме можно менять эту скорость углом поворота самой отвертки. Дальше покажу. Крутящий момент. Всего шесть уровней. От единицы до шести выбираем кратковременным нажатием на кнопку питания. Также есть там буква А, что означает автоматический режим. О нем позже. Сейчас самый максимальный крутящий момент. Шестерочка. И довольно проблематично остановить вот просто так пальцами. Если поставить на единичку. Вот сейчас единичка. Давайте попробуем запустить. Вот легко останавливаем пальцами и вращение прекращается. Просто выключается мотор. Если выбрать автоматический режим момента. Там кстати есть еще автоматический режим всей отвертки. То есть вот здесь выбрать буковку А вместо цифры. Тогда скорость вращения и крутящий момент мы сможем регулировать поворотом самой отвертки. Там внутри стоит датчик перемещения видимо. Нажимаем на кнопку. Слегка поворачиваю. И она начинает крутиться. Сначала начинает медленно крутиться. И быстрее. Это работает только тогда, когда здесь буква А. То есть автомат. Кроме того, есть три основных или общих режима, которые можно выбрать, войдя в меню. Здесь в кружке показан вот этот самый режим. В данном случае буква Ф означает фиксированный. В фиксированном режиме отвертка работает от кнопок точно так же, как любая обычная электроотвертка. Нажимаем на кнопку. Вал крутится в соответствующую сторону. Отпускаем. Останавливается. Чтобы изменить режим работы, надо войти в меню. В меню мы входим трижды, нажимая на эту кнопку. Тройной щелчок. Входим в меню. Последующее нажатие на кнопку питания переключают пункты меню. Разные параметры. Здесь можно выбрать общий режим. Развернуть экран. Выбрать язык. Задать задержку, когда отвертка будет автовыключаться. Посмотреть версию прошивки. На мой взгляд, есть такая недоработка. Вас очень быстро выбрасывает из этого меню. Вам постоянно надо делать вот этот тройной щелчок, чтобы снова туда зайти. Если вы чуть-чуть протупили, вы возвращаетесь в основной режим работы. Наверное, через пару секунд, если вы ничего не нажимаете на отвертку. Я бы, наверное, сделал секунд 10 или 8. Или вообще выход из меню по, скажем, одновременному нажатию на две кнопки. Ребята из Secure, разработчики, если вы смотрите этот ролик, пожалуйста, сделайте задержку немножко побольше, потому что это несколько раздражает. Скажем, в одной из следующих прошивок. Я, на самом деле, сейчас довольно часто использую эту отвертку. Но в основном я использую вот этот самый обычный режим Fixed. То есть фиксированный режим, когда она работает, как любая другая электроотвертка. Но у нас есть еще два режима. Это режим Auto и режим Sensor. Посмотрим, как работает режим Auto. Где-то заходим в меню. Второй пункт меню – это режим. И выбираем там режим Auto. То, как будет работать отвертка в этом режиме, у нас зависит от того, включен ли у нас режим тоже Auto, но тот, который в настройках момента. Немножко путано получается, но думаю, вы разберетесь. Если у нас включен момент от 1 до 6, то после нажатия на одну из кнопок вращения отвертка начнет вращаться в одну из сторон, влево или вправо. И после отпускания кнопки она будет как бы продолжать вращаться. Пока вы снова не нажмете на какую-либо кнопку. Не знаю, зачем это нужно. Может, вы хотите наматывать что-то там, какие-нибудь катушки с помощью этой отвертки, чтобы не держать постоянно кнопку нажатую, чтобы она вращалась автоматически после отпускания кнопки. То есть, вот когда вам нужно крутить что-то длительное время, не хочется нажимать на кнопку. Но если вот в этих настройках крутящего момента поставить режим A, автомат, то у нас скорость вращения и начало вращения будет зависеть, как я уже показывал, в начале от угла поворота корпуса самой отвертки. И опять же, в этом режиме не нужно два раза нажимать на кнопку. То есть, один раз вы нажали и потом вращаете уже сам корпус отвертки, чтобы регулировать ее скорость. Тоже может пригодиться, наверное, что-то там наматывать, какие-то катушки. При этом не нужно держать кнопку нажатой. Это основная фишка режима авто. Правда, я не представляю, зачем это нужно при закручивании винтов каких-то. Но, например, при намотке катушек, да, может пригодиться. Ну, или для чего-то еще фантазия у каждого работает по-своему. И третий основной режим – это режим сенсор, обозначается буковкой «С». Этот режим уже иногда бывает довольно удобно использовать при закручивании и откручивании винтов. Смысл в том, что для начала вращения вы нажимаете любую из кнопок. А скорость вращения и момент, а также направление вы задаете поворотом корпуса самой отвертки. Нажимаю на кнопку, поворачиваю влево, вал крутится влево. Поворачиваю вправо, вал крутится вправо. И от угла поворота зависит скорость. В этом плане обе кнопки работают одинаково. Просто первая кнопка, вот на которую я сейчас жму, она не включает подсветку, фонарик этот спереди. А вторая кнопка включает фонарик. Нажимаю, загорается свет, и кнопка работает точно так же, как первая, только с подсветкой. Видим, что бита у нас сейчас намагничена. Разобрал внешний SSD, какой у меня есть диск на 250 гигабайт. Предположим, мы хотим размагнитить нашу биту. Помещаем биту в соответствующее место, где написано размагнитить. Поворачивать надо немного, и все, бита у нас размагничена. Она уже не притягивает винтики. Хотим, например, снова намагнитить. Помещаем вот в это место. Опять же, вращаем битку вот так. Можно это делать прямо в отвертке. Все, она снова начинает магнитить. Фантастика. Делать эту процедуру можно сколько угодно раз. Сколько хочется, столько намагничиваете и размагничиваете. Будет работать. Забавная штука, конечно, вот этот намагничиватель. Там внутри просто два магнита и пластик, и все. Больше там ничего хитрого нет. Но это работает. Видимо, это зависит еще от материала бит очень сильно. Такой, друзья, девайс сегодня был у нас на обзоре. Пишите, что вы об этом думаете. Ссылки на эту отвертку я помещу в комментарии, как всегда. Подписывайтесь на наш с Рокси канал. Мы с моей кошкой желаем вам всего наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok